Служение Дерека Принца. Обмен на кресте. Одна жертва, и это Его жертва, принесенная на кресте. И этой одной жертвой Он навсегда усовершенствовал освящаемых. Это значит, что Он раз и навсегда покрыл все нужды во всех сферах жизни любого человека, который верит в Него. Он не может сделать ничего большее. Он сделал уже все это одной полноценной и все покрывающей жертвой. Это первая часть этого утверждения. А затем речь идет об освящаемых или тех, кто отделен для Бога или приблизились к Богу. Это продолжительный процесс. То, что сделал Иисус, это раз и навсегда. Это процесс завершенный. Но наше осознание принятия этого постепенно. Но начать нужно с того факта, что жертва была полной и завершенной. Когда я служу в странах третьего мира, это бывает довольно часто, то пытаюсь использовать очень простые примеры, чтобы людям было проще понять. Те же простые примеры могут помочь людям в Новой Зеландии. Но люди в Новой Зеландии могут не осознавать этого. Расскажу вам два примера, которые я использую. Полтора года назад я был в Пакистане. Пакистан — это на 98% мусульманская страна. Ее население — 48 миллионов человек. А христиане там — это не просто номинальные христиане. Они горят в огне. Это крошечное, угнетаемое и презираемое меньшинство. Но Господь дал возможность нам с Руфи, команде из пяти человек, отправиться туда и провести девять дней в трех главных городах, провозглашая Слово Бога. Людям заранее объявили, что мы будем молиться за больных. Наше первое служение проходило в Карачи. Это 8-миллионный город и главный порт. Перед служением лидер команды, которая пригласила нас, команда местных пакистанских христиан, решил показать нам христианский квартал того города. В моей жизни я видел много бедности, но такой нищеты я не видел еще никогда в жизни. Мне чуть не стало плохо там. Мне удалось взглянуть на то, что значит быть христианином в мусульманской стране. Нам объявили, что только одно служение мы проведем в Карачи, потому что туда уже приезжали другие проповедники, а потом они отвезут нас в другую часть страны, где другие проповедники не были. Я спросил лидера, где мы проведем наше первое собрание. Он ответил, у нас в церкви. Оценив экономическое положение этих людей, мне стало интересно, как это все будет. Я спросил, а сколько людей вы ожидаете? Он ответил, где-то 600. Я спросил, а сколько помещается в вашей церкви? Он ответил, 300. Я решил не думать об этом, и всю нашу команду посадили в микроавтобус и повезли в Карачи, туда, где должно было проходить служение. Как и заведено в Пакистане, мы приехали на час позже. Когда мы приблизились к церкви, то не увидели церкви. Это было главное пересечение дорог. Вернее, это было прямо посреди пыльной дороги. Там собралось около 300 человек. Это и была церковь. Они пришли по одной причине, потому что знали, что мы будем молиться за больных. Итак, мы пробрались сквозь толпу, и меня поставили на небольшую кафедру, за которой умещался только я и моя Библия. Со всех сторон я был окружен пакистанцами. Там не было ни одного свободного места даже в проходах. Все люди сидели на земле. Я подумал, Господь, что мне сказать этим людям? И Бог дал мне мысль, которой я решил поделиться и с вами. Я сказал им, если бы вы все здесь были голодными, а я был бы владельцем апельсиновой рощи, то я мог бы сделать для вас две вещи. Я мог бы дать вам апельсин из моей рощи, который временно утолил бы ваш голод, или же я мог бы отвезти вас в мою рощу, показать вам деревья, усыпанные плодами, и сказать «Угощайтесь». Так вот, сегодня я отведу вас в апельсиновую рощу, и там вы сможете угоститься. Именно это я буду делать сегодня. Я отведу вас в апельсиновую рощу, апельсиновая роща — это истина о кресте. Я им коротко проповедовал то, что я буду проповедовать и вам сегодня, а затем спросил, кто из вас хотел бы сделать Иисуса своим личным спасителем? Мне кажется, что поднялась половина людей, а это 150 человек, и это мусульмане. У меня нет времени, чтобы объяснить вам разницу между исламом и христианством, но они не верят в то, что Иисус умер на кресте, и не признают того, что Иисус — Божий Сын. Когда все эти люди поднялись, конечно же, все это происходило через переводчика, я повел их в молитве, попросил всех их повторять за мной. Я начал так. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты, Божий Сын, единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. И все они повторили эти слова вслух. Я не говорю, что все они были спасены, но то, что множество мусульман в мусульманской стране на глазах у других мусульман сказали такое, могло случиться только благодаря силе Святого Духа. И затем я сказал, а теперь нам нужно сдержать свое обещание и помолиться за больных. Я не мог подойти к каждому из них, потому что на это ушли бы часы, поэтому я спросил, кто из вас нуждается в молитве за исцеление. И, кажется, 90% подняли свои руки. И действительно, многие из них были больны. Люди в Пакистане очень больны. Там немного по-настоящему здоровых людей. Это довольно типично для стран третьего мира. Я сказал, хочу помолиться за вас. Если вас что-то беспокоит, и у вас что-то болит, то положите руку на эту больную часть тела. А когда я буду молиться, верьте, что Бог будет касаться вас. Я стал молиться. Все это нужно было перевести на язык урду. После молитвы я подумал, нам нужно что-то с этим делать. Поэтому я спросил, кто из вас верит, что Бог исцелил вас? И всего несколько человек стали не смело поднимать руки. Затем, где-то в трех метрах от меня, началось какое-то волнение. Один из пакистанских христиан пошел туда и узнал, что произошло. Мусульманский мальчик, 12 лет, родился глухонемым. Он никогда не слышал и никогда не говорил. А когда я помолился, то к нему вернулся слух, и он стал пытаться заговорить. Его подняли на сцену, и все будто бы сошли с ума. Каждая пакистанская женщина решила, что мы должны возложить на нее руки. Не спрашивая нашего согласия, они просто хватали нас за руки и клали их себе на голову. Новости разлетелись быстро, и в следующем городе людей собралось уже 16 тысяч человек. Местные пакистанцы почитали, что за 9 дней примерно 9 тысяч человек молились о спасении. Год спустя лидер группы сказал мне, что до нашего приезда он занимался пятию церквями, а год спустя церквей было уже 18. Я привел их в апельсиновую рощу. Понимаете, что я имею в виду? Затем я был в Замбии, если я все правильно помню, и там собралось 7 тысяч африканцев. В основном это были лидеры. Я планировал учить их о кресте, и 6 дней подряд мы именно этим и занимались. Все они были христианами, и я сказал им, «У Бога есть замечательный склад, и он заполнен всем, что вам когда-либо может понадобиться. Духовное, материальное. Там всегда есть все, что вам нужно, но у склада есть сторож. И для того, чтобы вынести что-то со склада, вам нужно подружиться со сторожем. А вы знаете имя этого сторожа?» Кто-то из них сказал «Иисус». Я ответил, «Это хороший ответ, но неверный. Сторож этого склада — Дух Святой. Все богатство Троицы, Отца и Сына, находится в руках Святого Духа. И это очень важно понять. У вас могут быть все правильные доктрины, правильные теории. Вы можете говорить только правильные вещи, но получите вы только то, что вам даст Святой Дух. Он охраняет склад. И затем я сказал им, «У Святого Духа есть ключ, открывающий этот склад. Только один ключ. И у него особая форма. А знаете, какая форма? У этого ключа они не угадали, поэтому я сказал, это крест. И только когда Святой Дух использует крест для открытия склада, Божьи сокровища становятся доступными вам. Это небольшое вступление к тому, чему я буду учить вас сегодня. Я думаю, что нужно подкрепить это примерами из личного опыта. Я уже упоминал сегодня, что я пришел Господу в армейском бараке британской армии во время Второй мировой войны, где-то около полуночи. Я был настолько невежественным язычником, что не знал, что для того, чтобы спастись, нужно ходить в церковь. До того, как это произошло, я принял спасение в армейском бараке, а через 10 дней я был крещен в Святой Дух в том же самом бараке. Никто не сказал мне, что для этого нужно пойти в церковь. В течение суток Бог дал мне дар истолкования языков. Я не знал, что нужно ждать полгода, чтобы получить какой-то духовный дар. Вскоре после этого британская армия отправила меня за границу, в Северную Африку. И следующие три года я провел в пустыне Северной Африки. В то время я заболел, и доктора не могли мне помочь. У меня были проблемы с кожей. Если у вас есть книга «Божья микстура», то в ней есть мое личное свидетельство о том, как впоследствии я получил исцеление. Меня переводили из одного армейского госпиталя в другой, и в конце концов я оказался в городе Албала на Суэцком канале. В то время в Каире была очень необычная женщина. Она была бригадиром в армии спасения. Она стала бригадиром, потому что ее муж, который сам был бригадиром, умер, а в армии спасения вдова получает ранг своего мужа. Ей было 76 лет, и она была очень необычным служителем армии спасения, потому что молилась на иных языках. И она так яростно выступала в защиту иных языков, как другие представители армии спасения выступают в защиту спасения. Также за 25 лет до этого она получила чудесное исцеление от малярии в Индии, и с тех пор она никогда не принимала лекарств. Я встретился с ней всего один раз, и эта драгоценная женщина, за которую я всегда буду благодарен Богу, услышала о британском солдате-христианине, который лежал в больнице, и организовала небольшую группу, состоявшую из британского солдата, который вел машину, и ее сослуживицы из штата Оклахома, которой было лет 25-30. Вместе они отправились ко мне в Албалу. Они припарковались у госпиталя, и бригадир вошла в больничную палату в своей форме со всеми нашивками, не обращая внимания на медсестру. Она добилась того, чтобы мне разрешили выйти и посидеть с ними в машине. Меня даже не спрашивали, «Хочу я это делать или нет?» И вот я оказался на сидении очень маленькой четырехместной машины. Впереди сидел водитель и бригадир армии спасения. На заднем сидении рядом со мной сидела женщина-миссионер из Америки, и бригадир сказала, «Давайте помолимся». А когда бригадир говорит молиться, вы молитесь. Мы начали молиться, и американка рядом со мной начала трястись. Все ее тело вибрировало. Затем она стала говорить на ином языке. И, конечно же, я знал, что это такое. Затем и меня начало трясти. А потом и всех людей в машине начало дружно трясти. Затем и машину стало трясти. Машину трясло так, будто бы она ехала по ухабистой дороге со скоростью 90 км в час, но на самом деле она не двигалась, и даже двигатель не был запущен. Я знал, что в ту машину пришел Бог. Еще больше меня впечатлило то, что Он пришел туда ради меня. После молитвы или изречения на языках та женщина представила всем истолкование. Вам, наверное, будет сложно это понять, но я был настоящим британцем. Когда-то я разговаривал как радиоведущий на BBC. Я встречал не так много американцев, а та драгоценная женщина была из штата Оклахома. Если вы бывали в Соединенных Штатах Америки, то знаете, что в штате Оклахома говорят на английском, который очень отличается от кембриджского. Но когда она говорила, то истолкование... Это был самый красивый английский язык. Я изучал Шекспира и был большим поклонником шекспировского, английского. Я восхищался элегантностью того языка. И в ходе того истолкования она сказала слова, которые я никогда не забуду. Они и сегодня звучат в моей голове так же ясно, как и в 42-м году. И вот что она сказала. Послушайте внимательно, потому что эти слова изменили всю мою жизнь. Вдумайтесь в работу Голгофы. Идеальную работу. Идеальную во всех отношениях. Идеальную во всех аспектах. Согласитесь, что это очень элегантный язык. Большинство людей не могут сложить такое предложение. И это коснулось меня еще и потому, что я многие годы изучал греческий язык и был хорошо знаком с греческим языком Нового Завета. Если вы прочтете свой Новый Завет, то увидите, что одним из последних заявлений Иисуса на кресте «было», «совершилось». На греческом это одно слово «теталистай». Это перфект глагола, который означает «делать что-то идеально». То есть можно сказать, что это совершенное совершенство и полная полнота. Поэтому, когда Дух Святой сказал «вдумайтесь в работу Голгофы», идеальную работу, идеальную во всех отношениях, идеальную во всех аспектах, я сразу же понял, что это комментарий Святого Духа к слову «совершилось» или «теталистай». Я понял, что Дух Святой показывал мне, что если я пойму, что совершила жертва Иисуса на кресте, то все мои нужды могут быть восполнены. Для меня бы не было ничего недоступного. Это было откровение. Я вышел из той машины таким же больным, как и тогда, когда садился в нее, но Бог показал мне, где находится ответ на мою проблему. Именно этим я и хочу поделиться с вами сегодня. Завтра у нас будет служение исцеления. Я верю, что многие из вас получат это исцеление, но я сомневаюсь, что все будут исцелены. Бог не исцеляет всех чудесным образом на служении. Есть множество способов, как можно принять исцеление. «Я принял исцеление после того откровения. Я был исцелен благодаря притчам 4 главе 20 стиху. «Сын мой, сказано там, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — Божьи слова и высказывания, жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его». А в сносли на полях вместо слова «здоровье» стояло лекарство. Я подумал, это все решает. Если через свое слово Бог предоставляет здоровье или лекарство для всего моего тела, то болезни во мне нет места. Поэтому я решил принимать Слово Божие как лекарство. Я прошел курс медицинской подготовки в Королевской армии, поэтому знал, как люди принимают лекарства. Три раза в день после еды. Именно так я принимал Слово Божие как лекарство. Три раза в день после еды. И оно сделало свою работу. Оно исцелило меня полностью и навсегда в одном из самых нездоровых климатов мира. То есть я хочу сказать, что у Бога есть свой способ исцелить вас. Но каким бы путем ни пришло исцеление, основание для Него — это то, что Иисус сделал на кресте. Я не буду предлагать вам только апельсин. Я приглашаю вас в сад. И когда вы войдете туда, то можете ходить и угощаться всеми апельсинами, которые только захотите. И вы никогда не сможете ободрать Божий сад, как липку. А теперь я хотел бы показать вам в Писании, чему я научился в результате этого опыта. Я нацелился на то, чтобы узнать, что совершила смерть Иисуса на кресте. И хочу сказать, что я все еще узнаю это. Это неисчерпаемое исследование, но я поделюсь с вами тем, что я считаю ключами к пониманию креста. Ключ в том, что на небе произошел божественный обмен. Все зло, которое полагалось по справедливости всему человечеству, и каждому из нас лично было возложено на Иисуса. А все хорошее, что полагалось за безгрешное послушание Иисуса, стало доступно каждому верующему. Это лишь основание, но если вы копнете поглубже, то увидите, что эта истина содержит все, что вам нужно. Скажу это еще проще. Все плохое, что полагалось нам, было возложено на Иисуса, чтобы все хорошее, что полагалось Иисусу, стало доступно нам. Это сделало. Божья благодать. Мы не просили Бога об этом. Мы не могли требовать этого от Него. Мы даже не знали, что Он собирается это сделать. Мы не понимали, что Он делает. Но по Своей суверенной и безграничной благодати Он организовал этот обмен. А через Своих пророков Он предсказал это за сотни лет до того, как это случилось. Наверное, одно из самых впечатляющих пророчеств это Исайя, 53 глава. Мы откроем ее и прочтем кое-что из того, что там сказано. Здесь говорится о безымянном Божьем слуге. Его имя не упоминается, но все апостолы и авторы Нового Завета были единогласны в том, что этим безымянным Божьим слугой из 53 главы Исайи был Иисус из Назарета. Мы рассмотрим только один стих. 53 глава Исайи, стих 6. Это центральный стих последних 27 глав книги Исайи. И это центральный стих всего искупления. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, то есть на Иисуса, грехи или вину, если хотите, весь бунт всех нас». В чем же заключается общая вина человечества? Не все мы ограбили банк или совершили прелюбодеяние. Или воровали, или напивались. Мы многого никогда не делали. Но одну вещь совершили все мы. Все мы пошли по своему пути. Одним словом это называется бунт. Бунт — это общая вина для всего человечества, людей из всех стран, всех цветов, всех рас. Мы все виновны в бунте. Милость Божья заключается в том, что когда Иисус висел на кресте, Господь возложил на него все наши беззакония, нашу вину или наш бунт. На еврейце это слово, и я не буду тратить время на то, чтобы цитировать места Писания, но это еврейское слово «абон». И оно означает не только вину или бунт, но также и все плохие последствия этой вины. Это два значения одного и того же слова. Итак, на кресте Бог возложил на Иисуса вину или бунт всего человеческого рода и все плохие последствия бунта, чтобы мы одержали свободу от всех этих последствий и получили все преимущества праведности Иисуса. И теперь мы рассмотрим 8 или 9, в зависимости от того, сколько у нас будет времени, аспектов этого обмена. Я очень хочу, чтобы вы это усвоили, поэтому моя левая рука будет символизировать все плохое, а правое — хорошее. Плохое сошло на Иисуса, чтобы хорошее стало доступно нам. А теперь давайте рассмотрим более конкретные аспекты этого обмена. Поэтому вначале рассмотрим два предыдущих стиха Исаии, 53-й главы, 4-й и 5-й стихи, там, где сказано, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы-то думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. В этих стихах есть два аспекта — духовный и материальный. Духовный заключается в том, что Иисус был наказан за наше преступление и наше беззаконие, и из-за того, что Он был наказан, мы можем быть спрощены. А будучи прощены, мы имеем мир с Богом. Пока мы не прощены, мы не имеем мира с Богом. Мир с Богом приходит только через прощение. Но прощение стало возможным благодаря тому, что Иисус понес наказание за наше беззаконие. Я хочу сделать это очень простым. Иисус был наказан, чтобы мы могли быть спрощены. Хорошо, теперь я хочу, чтобы вы проделали то же самое. Я хочу, чтобы вы использовали свои руки действительно, поучаствовали в этой истине. Вначале понаблюдайте за мной, а потом я попрошу вас повторить это. Таким образом вы сможете исповедовать истину Слова Господнего. Я считаю, что вы должны быть убеждены в этом, поэтому оставьте закладку в книге Исаии, и давайте рассмотрим два отрывка из Нового Завета. Хорошо. Иисус был наказан, чтобы мы могли быть спрощены. Ясно? Теперь давайте скажем это вместе. Левая рука — это все плохое, а правая рука — это хорошее. Напоминаю, что ваша правая рука находится напротив моей левой, поэтому не пугайтесь, что это не касается тех, кто сидит позади меня. Готовы? Иисус был наказан, чтобы мы могли быть спрощены. Это первый аспект обмена. Но в том же стихе сказано на английском языке, «Он понес наши печали». Но это не точный перевод. Буквально там сказано, что Он взял наши боли и понес наши болезни, и как результат Его ранами мы исцелены. Во-первых, Матфея, восьмая глава — это лишь неточность перевода. Почти во всех английских переводах эти слова не представлены буквально. В переводах на некоторые другие языки все нормально. В скандинавских переводах используются слова «боль» и «болезни». Перевод Лютера использует слова «кранкайт» и «шмерц», что значит «болезнь», «боль». И с нашим переводом вот такая неприятность. Я думаю, что миллионы англоязычных христиан были каким-то образом лишены откровения о физическом аспекте исцеления Иисуса. Но мы откроем с вами Евангелие от Матфея, восьмую главу. И посмотрим шестнадцатый и семнадцатый стихи. Это начало публичного служения Иисуса. «Когда же настал вечер, — говорится тут, — к нему привели многих бесноватых. И он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исайю, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Что он цитирует? Исайю, пятьдесят третью главу. Матфей, помните, был евреем. Он понимал иврит, а также его вдохновил на это Дух Святой. А теперь мы откроем первое послание Петра, вторую главу, двадцать четвертый стих. Петр тоже цитирует Исайю, пятьдесят третью главу. Первое послание Петра, вторая глава, двадцать четвертый стих. Это середина предложения, но нас это не беспокоит. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, то есть на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его. Вы исцелились. Греческий глагол, переведенный как «исцелились», это стандартное слово «физическое исцеление», от которого произошло греческое слово «доктор». Оно и сегодня имеет то же значение на современном греческом языке. Итак, все вполне понятно. На кресте Иисус понес наши немощи и болезни, и Его ранами мы исцелились. Он стал заменой. Давайте опять сделаем это нашими руками. Правой и левой рукой. «Вначале я это сделаю, а потом я приглашаю вас сделать это вместе со мной». Иисус был изранен, чтобы мы были, верно, исцелены. Не нужно быть теологом, чтобы понять это, хотя, возможно, теологам это и сложно понять. Готовы? Иисус был изранен, чтобы мы были исцелены. Хорошо, это первых два аспекта обмена. Во-первых, Иисус был наказан, чтобы мы могли быть прощены. Во-вторых, Иисус был изранен, чтобы мы были исцелены. А теперь, если вы прочтете 10 стих, 53 главы Исаии, то увидите, что еще было достигнуто. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Обратите внимание на фразу, «когда же душа его принесет жертву умилостивления». Также ее можно перевести как «когда его душа станет жертвой за грех». Но каким бы ни был перевод, это значит, что душа Иисуса стала жертвоприношением за грех всего человечества. Слово, переведенное как «жертва умилостивления» или «жертва за грех», также переводится в Ветхом Завете как «вина». Причина в том, что согласно закону о жертвоприношении за грех, когда человек грешил, то ему нужно было принести жертву. Это могла быть овца, коза или баран. Он приносил это животное священнику и исповедовался священнику в своих грехах. И священник возлагал руки на принесенное животное и символически переносил грех с человека на животное. Затем священник убивал животное, а не человека. Иными словами, животное понесло наказание за грех человека, потому что животное отождествили с грехом человека. В Новом Завете ясно сказано, что овцы, козлы и другие животные не могут искупить грех человека. Они были лишь пророческими символами Иисуса. Но душа Иисуса действительно стала жертвой за грех. И ставшись жертвой за грех, он стал грехом. Если вы оставите закладку в книге Исаии и откроете второе послание Коринфянам, пятую главу, 21 стих, то увидите, как Павел упоминает этот факт. «Вместо местоимений я вставлю имена существительные, чтобы было понятнее». Второе послание Коринфянам, пятая глава, 21 стих. «Ибо Иисуса, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Если вы не знаете весь порядок жертвоприношений Ветхом Завете, то вы не сможете до конца понять, что в этом стихе Павел цитирует Исайю, 53 главу, 10 стих. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, когда его душа стала жертвой за грех, его душа стала грехом, с греховностью всего человечества. Вам не нужно быть сиологом, чтобы понять этот обмен. Я скажу это один раз, а потом мы скажем это вместе. «Иисус стал грехом с нашей греховностью, чтобы мы стали праведными с Его праведностью». Давайте еще раз прочтем Второе послание Коринфянам, пятую главу, 21 стих, чтобы вы точно все поняли. «Ибо Иисуса, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Заметили? Обмен. «Иисус стал грехом с нашей греховностью, чтобы мы стали праведными». «С чьей праведностью?» «С Его праведностью, не нашей, а Его». Хорошо, я скажу это один раз, а вы повторяйтесь за мной. «Иисус стал грехом с нашей греховностью, чтобы мы стали праведными с Его праведностью». Понятно? Ну, хорошо. А теперь поехали. «Иисус стал грехом с нашей греховностью, чтобы мы стали праведными с Его праведностью». Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Вам не нужно мучиться и прикладывать все усилия, чтобы стать праведными. Вам лишь нужно верой принять праведность. Иисуса, любая другая праведность, никогда не приведет вас на небо. «Но Бог обеспечивал нас с вами своей Божьей праведностью». Хорошо, следующий обмен. Давайте откроем евреям вторую главу, четвертый стих. Мы можем открыть много мест Писания, но это самое короткое и самое простое. Четвертый стих. Ах, это не четвертый стих, я ошибся. Это стих девятый. Прошу прощения, я выписал не тот стих. Евреям 2.9. «Но видим, что за претерпение смерти венчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Итак, плата или наказание за грех — это смерть. Когда Иисус стал грехом с нашей греховностью, то Он неизбежно должен был понести наказание, то есть умереть. Итак, Иисус вкусил смерть за нас. Вам не нужно быть теологом, чтобы понять, что мы получили взамен Его жизнь. Евангелие от Иоанна 10, глава 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Итак, обмен очень прост. «Иисус вкусил за нас смерть, чтобы мы разделили Его жизнь». Хорошо? Вы готовы? «Иисус вкусил за нас смерть, чтобы мы разделили Его жизнь». Вы видите, как все понятно, логично и практично? Хочу заметить, что у меня ушло много лет на то, чтобы понять эти истины из Слова Божьего. За один-два часа я делюсь с вами тем, на что у меня ушли дни, недели, месяцы и годы. Я сказал «ушли», но на самом деле это было благословение и привилегия. Следующий обмен упоминается в Галатах, 3 главе. Галатам, 3 глава, 13 и 14 стихи. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Помните, что крест называют древом, потому что в некоторых языках, как, к примеру, на иврите и на суахиле, дерево остается деревом, когда оно растет и когда оно срублено. То есть крест — это срубленное дерево. «Проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Итак, сколько здесь теологов, которые могут определить две противоположности? Что тут плохое? Это проклятие. А хорошее — это благословение. Итак, на кресте Иисус сделался проклятием. Во Второзаконии 21 главе, 22 стихе, сказано, что «любой, кто висит на дереве, проклят». Итак, когда Иисус висел на дереве креста, то каждый еврей, который знал Тору или Ветхий Завет, знал, что Иисус стал проклятым. Он сделался проклятием. Он сделался проклятием, чтобы мы могли получить Его благословение. Это та сфера, в которую Господь привел меня лет 5-6 тому назад. У меня нет времени на то, чтобы вдаваться в детали, поэтому я хочу рекомендовать вам книгу, которую я упоминал ранее. «Как перейти от проклятия к благословению». Несправедливо оставить вас лишь с упоминанием о том, что вы искуплены от проклятия и получили благословение. Здесь представлена вся суть. Я лишь назову 7 индикаторов проклятия. Большинство из них не касаются отдельных людей. Они касаются семей или больших групп людей. Главная характеристика благословений и проклятий — это то, что они передаются из поколения в поколение, пока не происходит то, что их останавливает. Мы имели дело с людьми, чьи проблемы начались сотни лет назад. Не знаю, есть ли здесь сейчас шотландцы. Не нужно поднимать руку, но я узнал, что шотландцы — это народ со множеством проклятий. Там люди часто проклинают друг друга. И мы с Руффи имели дело с двумя семействами, которые были прокляты еще в 17 веке, и эти проклятия все еще действовали в тех семьях. Одна семья была из Шотландии, вторая — из Австралии. Ну хорошо, на основании моих личных наблюдений кратко перечислю 7 общих индикаторов того, что вашей жизнью может быть проклятие. Если в вашей жизни присутствует одно из них, то не значит, что проклятие есть, но если их несколько, и они есть в разных сферах и в разных поколениях вашей семьи, то вы можете быть почти уверены, что проклятие есть. Итак, во-первых, это эмоциональные и психические срывы. Во-вторых, повторяющиеся или хронические болезни, особенно если они наследственные. Наследственность — это прямой показатель проклятия. В-третьих, повторяющиеся выкидыши и гинекологические проблемы. И в нашем служении больным, когда мы с Руфь встречаемся с этими проблемами, то разбираемся с ними как с проклятиями. В-четвертых, разбитые браки и семейные споры. Если в вашей семье были неоднократные случаи разрушенных браков, то вы можете быть уверены, что это действие проклятия. В-пятых, это финансовый недостаток. Все мы иногда испытываем финансовый недостаток, но если он постоянный, и вы никогда не выходите из него, то вы можете быть почти уверены, что это проклятие. В-шестых, это невезучесть или необычайная склонность к несчастным случаям. Это факт, который принимают во внимание страховые компании, когда определяют размер страхования. Ну и в-седьмых, неоднократные случаи суицидов и неестественных смертей в семье. Сегодня мы будем говорить не об этом, а о решении от Бога. Христиане не должны фокусироваться только на проблеме. Мы говорим о проблеме, чтобы указать на решение. И теперь мы разбираемся с этой проблемой. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Сегодня вы настоящие теологи. Это не просто формальность. Каждый раз, когда вы говорите это, Бог и ангелы замечают, что именно вы говорите. Слова наших уст невероятно важны. Прежде всего, для небес и для нас самих. Помните, что Иисус есть наш первосвященник, но не просто, а первосвященник нашего исповедания. Это ваше исповедание. Давайте скажем это с вами вместе. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Аминь. Следующий аспект — это часть предыдущего, но это такая важная часть, что я решил ее выделить. На кресте Иисус потерпел нашу бедность, чтобы мы могли разделить Его богатство. Это откровение я получил несколько лет назад здесь, в Новой Зеландии. Однажды меня пригласили сюда с моей первой женой проповедовать. Когда мы приехали сюда, то нам пообещали оплатить перелет из Америки и обратно, но денег у них не было. Они сказали, «Это не страшно, мы соберем пожертвования, и мы хотим, чтобы вы сказали слово к пожертвованию». Так что у меня была мотивация. Если я правильно помню, то это было в Окленде. Я много раз учил о деньгах. У меня даже есть книга на эту тему, «Божий план для ваших денег». У меня был конспект, и я проповедовал по нему, но произошло нечто странное. Когда я смотрел в мой конспект, то буквально видел Иисуса на кресте. Я увидел Его именно таким, как Он был. Полностью обнаженным. И когда я рассказывал об аспектах бедности, то увидел, что каждый из них был применен к Иисусу на кресте. В конце они собрали пожертвования. У них было четыре картонных коробки, которые используют для яблок. Их поставили на сцену. И люди устремились к сцене, чтобы положить туда свои деньги или свои обещания. То пожертвование покрыло все расходы. На следующий день мы с Лидией отправились в город с пастором, и там мы встречали людей, которые пошли в банк, чтобы снять со счета деньги, которые они пообещали вчера. Я никогда не видел более обильного пожертвования. Люди стали безудержными даятелями. Они будто бы опьянели от возможности давать. Но теперь я делюсь с вами откровением, которое я получил. Прежде всего, давайте откроем Писание, а именно Новый Завет. Второе послание Коринфянам, 8 главу, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вам не нужно быть теологами, чтобы увидеть противоположности. Не так ли? Что здесь плохого? Это прежде всего бедность. А хорошее — это богатство. Противоположная сторона обмена представлена во 2-м послании Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Мы с Руфь уже цитировали это вам. Мне становится лучше всякий раз, когда мы это делаем вместе. Поэтому сейчас, дорогая, приди сюда. Мы сделаем это еще раз. Тебе нужно подойти ближе к микрофону. Ну что ж, готово? Хорошо. Бог же силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Попробуйте найти такую сферу, которая бы не покрывалась этим местом Писания. Бог силен обогатить нас всей благодатью, не некоторой благодатью, а всей, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Это уровень Божьего обеспечения для Его людей, который стал доступен нам, благодаря заместительной жертве Иисуса на кресте. Он стал бедным, чтобы мы могли... Я предпочитаю говорить «разделить Его изобилие», потому что не считаю, что каждому христианину обязательно иметь большой банковский счет или водить Роллс-Ройс. Но я верю, что воля Божия в том, чтобы у каждого христианина все нужды были восполнены и осталось еще на добрые дела, потому что блажение давать, чем принимать. А Бог не хочет, чтобы хоть кто-то из Его детей жил на низком уровне благословения. Поэтому Он предоставляет изобилие, чтобы мы могли иметь высокий уровень, чтобы давать другим. Некоторые люди представляют Иисуса в Его земном служении как бедного проповедника, бродившего по земле в лохмотях, в поисках подачек. Я не думаю, что это так. Я не думаю, что Он был бедным. Он был одет, как обычный человек того времени. И поверх этой одежды Он носил очень элегантную, бесшовную мантию, которая была настолько ценной, что солдаты у креста не захотели ее рвать, а кидали жеребий. Я лишь могу сказать, что Иисус не носил с собой много наличных. Он пользовался кредиткой своего отца. У Него всегда все был. Человека, который может накормить 5000 человек, не считая женщин и детей, и еще оставить им много еды, никак не назовешь бедным. Было время, когда возник вопрос об уплате налогов, но Он не послал Петра в банк, а послал его к Галилейскому морю. Если деньги нашлись, то какая разница? На последний вечер Иисус сказал своим ученикам, когда Я посылал вас куда-то без посоха, сумки или другого обеспечения, то вам чего-то недоставало? Так что же они ответили? Нет. Есть миссионеры, у которых высокие зарплаты, которые покупают дома и машины, но им многого не хватает. А первые апостолы ни в чем не нуждались, потому что они были обеспечены Божьим изобилием. На минутку взглянем на главу с проклятиями. Кто из вас знает, какая это глава? Второзаконие 28. Там перечислены и благословения, и проклятия. В ней 68 стихов. Это длинная глава. Первые 14 стихов — это благословения, а оставшиеся 54 стиха — это проклятия. Если вы вдруг забудете, что такое проклятие, прочтите эти 54 стиха. Вы можете заметить, что как христианин вы живете в проклятии, тогда как должны наслаждаться благословениями. В этом перечне проклятий есть два стиха. Обратите внимание, что это проклятия. 47 и 48. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Вот это и есть воля Божья. А вот альтернатива за непослушание. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Обратите внимание на эти четыре утверждения. Голод, жажда, нагота, недостаток во всем. Что это такое? Абсолютная бедность. Хуже бедности невозможно и представить. Голод, жажда, нагота, недостаток во всем. А теперь представьте себе Иисуса на кресте. Он был голоден. Он ничего не ел. 24 часа. Он жаждал. Одно из его последних заявлений так и звучит «жажду». Он был наг. С него сняли всю одежду. И он нуждался во всем. У него ничего не было. И когда пришло время хоронить его, он был похоронен в одолженном покрывале и в одолженной могиле. Почему? Потому что он исчерпал проклятие бедности, чтобы мы могли иметь... Что? Избыток. Вы видите этот избыток? Думаю, да. Хорошо, давайте скажем теперь это вместе. Я скажу это один раз, а потом вы повторяйте за мной. Иисус понес нашу бедность, чтобы мы могли разделить его изобилие. Хорошо, теперь вы. Иисус понес нашу бедность, чтобы мы могли разделить его изобилие. Улыбайтесь, это же хорошая новость. Я часто говорю христианам, что быть счастливыми — это не грех. А теперь мы быстро разберем еще два аспекта, потому что наше время начинает подходить к концу. Иисус взял на себя наш стыд, чтобы мы могли разделить его славу. Если вы откроете Евангелие от Матфея, 27 главу, то найдете там описание распятия. 35 и следующий стих. «Распявшие же его делили одежды его, бросая жеребий». Они забрали у него всю его одежду. В то время у мужчины было четыре предмета одежды. Солдат было тоже четыре. Поэтому каждому солдату достался один предмет. Затем они стали кидать жеребий за бесшовную мантию. Сказано, сидя, стерегли его там. Постараюсь сказать это со всем уважением, но Иисус сидел обнаженный на виду у всех, кто проходил мимо. Также обратите внимание, что в Библии сказано, что женщины, которые пришли с ним, стояли вдали. Близко подошла только одна женщина — его мама. Библия очень сдержанная. Иисус взял на Себя наш стыд. А что противоположно этому? Откройте послание к евреям, 2 главу, 10 стих. Он идет после того стиха, который мы уже читали. Ибо надлежало или предопределено Богом Отцом, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их, то есть Иисуса, совершил через страдания. Так какова же была цель Бога? К чему привести многих сынов? К славе. Как это стало возможным? Иисус взял на Себя наш стыд, чтобы мы могли разделить Его славу. Консультируя людей, я заметил, что одна из самых глубоких ран человеческого сердца — это стыд. Причин ему очень много, но самая распространенная причина в нашей культуре — это люди, пережившие сексуальное насилие в детстве. И в Америке это случалось с каждым четвертым ребенком. Это оставляет шрам и стыд. Но спасибо Господу, нам не нужно оставаться с этой проблемой. У нас есть решение. И так я помог многим людям. Иисус взял на Себя ваш стыд, чтобы вы могли разделить Его славу. Есть люди, я не смотрю на кого-то конкретно. Я очень осторожен, но я видел людей, которые, когда молятся, никогда не поднимают лицо Господу, и голова всегда опущена. Зачастую проблема в стыде. Когда человек получает свободу, помните, Иов сказал, «Я подниму свое незапятнанное лицо к Богу». Часто мы даже не подозреваем об этих тайных узах, которые сдерживают нас. Но свобода от любого рабства дается через крест. Итак, давайте провозгласим обмен. Я думаю, в этот раз вы можете сделать это и без моей помощи. Вы замечательные люди, и у вас очень хорошо получается. Ну что ж, хорошо. Поехали. Иисус взял на себя наш стыд, чтобы мы могли разделить Его славу. Еще один аспект, и мы закончим. Это не конец списка, но на сегодня это все. Последний обмен — это обмен между отвержением и принятием. И здесь, служа людям, я пришел к выводу, что отвержение — это одна из самых глубоких ран в человеческом сердце. Признак отверженности — это то, что человек всегда чувствует себя изгоем, который хочет быть принятым. Другие могут войти, а я — нет. Еще один признак отверженности — это неспособность выражать любовь. Иоанн сказал, мы любим Бога, потому что Он первым полюбил нас. Я думаю, что мы не можем выразить любовь, если любовь никогда не была выражена по отношению к нам. Для того, чтобы выразить любовь, нужно испытать любовь. И одна из главных причин, почему столько людей в нашей современной цивилизации носит рану отверженности — это отношение и поведение родителей. Во-первых, если женщина беременна и отвергает маленькую жизнь, которую она носит в себе и говорит, «Мне не нужен еще один ребенок», то та маленькая жизнь чувствует эту отверженность еще в утробе. И довольно часто ребенок рождается с духом отверженности. Я очень часто сталкивался с этим. Когда ребенок рождается, то первое желание каждого ребенка, вложенное в него Богом, — это желание получать любовь, исходящую от родителей, в первую очередь от отцов. Я пришел к выводу, что любовь отца теплая и выраженная, дает ребенку чувство безопасности. Есть огромная сила в том, что он находится в руках отца и прижимается к его груди. Но в нашей современной культуре, в Америке, 50% детей никогда не испытывали этого половина всех жизней. И они идут по жизни с этой раной, отверженностью. И как я благодарен Богу, что есть решение. Хочу рассказать вам небольшую историю. Постараюсь рассказать ее быстро. Несколько лет назад я был на одном служении в лагере. Я должен был проповедовать в тот вечер. Я шел по лагерю и переживал, что могу опоздать. Я шел очень быстро. Так же быстро, но только в противоположном направлении шла какая-то женщина. Мы столкнулись. И когда мы привели себя в порядок, она сказала, «Господин принц, я молилась, чтобы мы встретились, если Бог хочет, чтобы я поговорила с вами». Я сказал, «Вот мы и встретились, но я могу уделить вам только две минуты, потому что я должен идти на служение. Расскажите о своей проблеме». Она говорила около минуты, но могла и все двадцать. Я остановил ее и сказал, «Послушайте, у меня больше нет времени. Мне кажется, я понял, в чем ваша проблема. Я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву». Я не знал, как именно я буду молиться. Я не сказал ей, о чем мы будем молиться, но молитва звучала примерно так. «Бог, я благодарю Тебя, что Ты мой Отец, а я Твое дитя. Ты действительно любишь меня. Я не отвергнута. Я не нежеланна. Я член Божьей семьи, лучшей семьи во Вселенной. Спасибо, Бог. Ты мой Отец, а я Твое дитя. Ты любишь меня, а я люблю Тебя. Спасибо, спасибо. А потом я сказал, вот и все. Где-то месяц спустя я получил письмо от той женщины. Она описала всю ситуацию, чтобы объяснить, кто она такая. Также она написала, «Хочу сказать, что после той простой молитвы моя жизнь полностью изменилась». А что с ней случилось? Она перешла от отверженности к принятию. Она поняла, что значит быть Детем Божиим. Если ваши родители подвели вас, многое, что произошло в прошлом, мы не можем изменить. Но отношение Бога к вам мы можем гарантировать. Посмотрите на это упоминание об Иисусе. Это будет последнее местописание на сегодня. Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 стих. До 51-го. От 6-го же часа, это 12 часов дня, тьма была по всей земле до часа 9-го. 15-00 по полудню. А около 9-го часа вызовел Иисус громким голосом, «Или, или, ле массе вахтани!» «То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «О, Илью зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его!» Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Видите, Иисус не умер на кресте от физических мучений. Когда Пилат услышал, что Иисус уже умер, то очень удивился, потому что он должен был прожить на два часа дольше. Отчего он умер? От разрыва сердца. А что разбило ему сердце? Отвержение. Кто отверг его? Отец. Впервые за всю историю Сын Божий возвал к Отцу, а Отец не ответил. Он закрыл уши и отвернул свой взгляд, потому что Иисус стал грехом с нашей греховностью, а Бог не может смотреть на наш грех. Иисус взял на Себя нашу отверженность, и сразу же после этого Он испустил дух. И тут же завеса в храме разорвалась сверху донизу. Она была очень толстой. Люди не могли бы разорвать ее даже снизу доверху, не то что сверху донизу. Это было подтверждением того, что это сделал Бог. Эта завеса отделяла не святых людей, а святого Бога. И когда Иисус взял на Себя нашу отверженность, Бог дал нам свое принятие, как своим детям. Давайте на минуту откроем Ефесиным 1 главу и прочитаем с 3 по 6 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас или сделал нас принятыми возлюбленным. Какой здесь обмен? Посмотрите, сможете ли вы сказать это без моей помощи? Иисус взял на Себя нашу отверженность, чтобы мы получили Его принятие. Это было прекрасным. Давайте скажем это еще раз. Иисус взял на Себя нашу отверженность, чтобы мы получили Его принятие. А теперь быстро повторим все восемь аспектов обмена, которые мы рассмотрели. Я буду все показывать руками. Я буду произносить их один раз, а во второй раз вы будете повторять за мной. Будем спешить, потому что время уже на исходе. Иисус был наказан, чтобы мы могли быть прощены. В этот раз я хочу, чтобы вы применили это к себе. Говорите, не мы, а я. Иисус был наказан, чтобы я мог быть прощен. Иисус был изранен, чтобы я мог быть исцелен. Иисус стал грехом с моей греховностью, чтобы я стал праведным с Его праведностью. Иисус умер моей смертью, чтобы я мог разделить Его жизнь. Иисус сделался проклятием за меня, чтобы я мог получить благословение. Иисус понес мою бедность, чтобы я мог разделить Его избыток. Иисус понес мой стыд, чтобы я мог разделить Его славу. Иисус взял на Себя мое отвержение, чтобы я мог иметь Его принятие. Если мы действительно верим в это, то знаете, что мы должны сделать? Мы должны поблагодарить Бога. Это все, что мы можем сделать. Давайте возьмем какое-то время и поблагодарим Его. Давайте все вместе скажем Ему спасибо. Наилучшее выражение веры — это благодарность. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус, за Твой обмен. Хвала имени Твоему. Хвала чудесному Твоему имени. Мы верим Тебе, Господи, и мы благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя, и добудем вечно благословенно имя Твое Святое. Господь Иисус, Ты сделал все это для нас, и мы хотим поблагодарить Тебя за это. Если сегодня в зале есть люди, которые никогда лично не благодарили Иисуса за то, что Он сделал для вас, за то, что Он умер за вас, что Он стал грехом с вашей греховностью, чтобы вы стали праведными с Его праведностью, что Он забрал вашу отверженность, чтобы вы получили Его принятие, то в эти последние минуты мы хотели бы дать вам возможность принять это решение сегодня. Я обращаюсь к тем, кто еще никогда не принимал искупительную жертву Иисуса за свои грехи, за свою душу и за вечную жизнь с Богом. Сегодня вы ознакомились с этим и Слово Божьего. Дух Святой стучится в ваше сердце, и вы говорите, «Я хочу, чтобы это стало моим. Я хочу быть уверен, что я это имею. Я не хочу уйти отсюда неуверенным или сбитым с толку». Все очень просто. Если вы хотите решить этот вопрос сегодня, то нужно сделать один простой шаг. Встаньте со своего места. Я поведу вас в очень простой молитве. Не смущайтесь и не медлите, потому что это служение не будет длиться вечно. Если вы чувствуете потребность в том, чтобы заявить о принятии жертвы Иисуса Христа, Иисус сказал, «Если вы исповедуете Меня перед людьми, то Я исповедую вас перед Отцом. Если вы отречетесь от Меня перед людьми, то и Я отрекусь от вас перед Отцом». Итак, если вы хотите сделать это исповедание сегодня, не оглядывайтесь по сторонам. Если Бог обращается именно к вам, то вставайте и не стесняйтесь. Встаньте и скажите, «Господь, я хочу сделать это сегодня. Мы помолимся за вас». Слава Богу! Пусть Бог благословит вас. И вас. И вас. Возможно, я не вижу кого-то со сцены. Пусть вас Бог благословит. На балконе встали четыре человека. Пусть Бог благословит и вас. Не присаживайтесь. Оставайтесь стоять, потому что сейчас мы будем молиться. Спасибо. Оставайтесь со мной и помогите мне. Я думаю, что вас значительно больше. Не бойтесь. Если я вас еще не заметил, то пусть это вас не останавливает. Продолжайте стоять. Меня удивляет количество мужчин, которые поднялись со своих мест. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Да, я заметил ту женщину. Если я не заметил вас, то это не проблема. Бог вас заметил, и это самое главное. Но еще остались люди, которым нужно подняться. Некоторые из вас ходят в церковь всю свою жизнь, но вы никогда не принимали этого решения и не заявляли этого. Я вижу еще одного человека. Пусть Бог благословит вас. Я просто не могу закончить это собрание прямо сейчас. Мы не пытаемся надавить на вас, а хотим вам помочь. Должен подняться еще кто-то. Господь, мы молимся во имя Иисуса. Благословляю вас. Освободи тех, кто скован страхом. Освободи, Господь, прямо сейчас. Во имя Иисуса. Благословляю вас. Продолжайте стоять. Не садитесь. Если вы сели, то снова встаньте. Не нужно стыдиться. Пусть Бог благословит вас. Я вас вижу. Если нам сегодня стыдно стоять перед Иисусом, то однажды нам будет ужасно стыдно. Еще два человека на балконе. Прекрасно. Продолжайте стоять. Проявите терпение. Мы почти закончили. Аминь. 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 Хвала Богу. У меня есть ощущение, что нужно подняться еще двум молодым людям, возможно, даже в возрасте до 13 лет. Я знаю, что встать перед всеми этими взрослыми людьми — это серьезный шаг. Но если Бог побуждает вас, то просто сделайте это. Здесь также присутствуют люди из аудитории Джеймса Хэя. Я надеюсь, что вы тоже стоите, потому что это предложение касается и вас также. Аминь. Аминь. Хорошо. Я обращаюсь к тем, кто стоит. Повторите за мной молитву. Вы будете молиться Господу Иисусу Христу, а не брату принцу. Молитесь так громко, чтобы вы могли слышать свой голос, чтобы, уйдя отсюда, вы знали, что действительно молились этой молитвой. И скажите эти слова и обращайте их к Господу Иисусу. Скажите, «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий. И единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня. И я принимаю это верой прямо сейчас. Иисус, я принимаю Тебя как своего Спасителя и называю Тебя своим Господом. Прими меня и сделай меня ребенком Своим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь давайте вместе прославим Господа за всех этих людей. Спасибо. Спасибо, Господь.